Новые знания и яркие впечатления получили юные жители округа, которые накануне посетили этнокультурный центр. Для детей была организована познавательная программа, во время которой ребята научились здороваться на ненецком языке, ознакомиться с друг другом и играть в национальные игры. Также дети посетили выставку, посвященную Дню Оленя. Алиса Литкова исполняет песню «Тучейка» на ненецком языке. Девочка не только хорошо владеет родным языком, но и знакома с культурой и бытом коренных народов Севера. Поэтому с удовольствием проводит для нас экскурсию и рассказывает о главном экспонате выставки «Северном олене». Ну это для красоты так, чтобы было красиво. А вот это, чтобы поворачивать. Вот тут такое колечко специальное, сюда палец и сюда. Так, если так делать, то вот тут у него зажимается и болит, а там нет. И он поворачивается в ту сторону. А видела сама оленя? Каталась? Да, я каталась на оленево пражке. А что олень кушает? Олени едят, ну, такую специальную траву для них. Ну, есть маленькие оленята, они вот могут есть там яблоки, морковки там. Выставка «Олень – это жизнь», посвященная главному национальному празднику, открылась 1 августа и будет работать до середины сентября. Поэтому посетить ее смогут все желающие. На этой выставке можно увидеть все, что связано с оленем. Это чум, рядом с которым пасутся олени, да. И вот шкура оленя как бы является покрышкой для чума. Одежда национальная, тучейки, представленные бубен, тензей тоже делается, да, он из шкурки оленя. Обувь национальная, куклы, изделия из рога здесь представлены. Многие экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Например, девчонок больше всего заинтересовал чум. Выставка, посвященная Дню оленя, далеко не единственное мероприятие, которое проводит этнокультурный центр. В рамках познавательной акции «Культурные каникулы» сотрудники ЭКЦ организуют для юных жителей округа различные мастер-классы и народные игры. Каждый раз они посвящены новой теме. Мы скажем здравствуйте по-ненецки. Ань, второго! Ань, второго! Молодцы! А теперь? Сейчас по коме. Бурлум! Бурлум! А вы знаете, какой сегодня праздник? День оленя. День кого? День оленя. В День оленя дети не только узнали, как здороваться на ненецком языке, что в переводе на русский означают слова «ты» и «сую котя», но и весело провели время. Должен тебя поймать! Молодец! После активных игр перешли к мастер-классу. Сегодня дети вырезали из бумаги оленей и собачек. Все эти фигурки ребята заберут домой в память о прекрасно проведенном времени, новых впечатлениях и знаниях. Впрочем, своими знаниями сотрудники этнокультурного центра готовы делиться с каждым. Сегодня, да, в праздник День оленя, особенно приятно проводить для детей такие ненецкие национальные игры. Так как у нас сейчас дети не совсем знают, да, наверное, народные игры, не только ненецкие, но и других народов, поэтому мы знакомим. Они узнают игра Маленькова, игра ТЭПКа, они могут у нас надеть ненецкие костюмы, и мы можем рассказать про костюмы, да. Сегодня мы знакомились с ними на ненецком языке, здоровались, знакомились, узнавали какие-то слова, то есть новые слова для них. В рамках региональной акции «Культурные каникулы» этнокультурный центр Ненецкого округа каждую среду организует для детей познавательную программу «Народная и границы». Следующее мероприятие пройдет 9 августа с 15 часов. Оно будет посвящено Дню коренных народов мира.